Пять лет назад в этом здании находился магазин. За покупками приходили жители всего поселка. Затем владельцы закрыли торговую точку и занялись собаководством. Теперь здесь живут бойцовские и служебные собаки. Когда из-за нерентабельности закрыли магазин, говорят владельцы, собак из квартиры перевели в опустевшие здания. Помещение подходящее, да и выгулять питомцев есть где. Затем решили поставить забор, рассказывает хозяйка животных Ольга Никурина. Но начались неприятности с соседями. Забор был на пол здания, это соседский, на пол здания ко мне сюда. То есть половина моего здания была у соседей. Когда я начала обращаться в исполком, ну мне же надо и к задней стороне пройти, проблемы, согласитесь. Тут устроился такой скандал. Приехал представитель исполкома, рассмотрев документы, вынес решение о переносе забора на полтора метра. Хозяева собак снесли старое ограждение и увеличили свою площадь. Но устанавливать новый никто не стал. Огород Валентины Риутовой служит границей между двором частного дома и собачьим. Женщина говорит своими силами, восстановить ограждение она не в состоянии. Давайте забор, забор сносить. Там, ну вот столечка, где-то сантиметров 50. Сантиметров 50 всего лишь не хватало. Это молча взяли, разобрали все, заставили разобрать этот забор. Отнесли мы этот забор. Вот. И вот пять лет, пять лет они ничего не делают с этим забором. Говорят, тебе надо, ты встал. Посельчане жалуются из-за постоянного лая, не могут спокойно спать. Кроме этого, боятся, что собаки могут на них напасть. Но признаются, пока никто не пострадал. У нас форточка как раз выходит на эту сторону, к этому магазину бывшему. Невозможно открыть форточку. А летом такая жара. Они воют, это сейчас вот гавкают, отсюда слышно. А представьте себе, что ночью. Ну таких держать бойцовских собак на таких тонких поводках без намордника, это до определенного случая. Сколько он показывает по телевизору, ребенок вцепился в лицо. Все, они ничего не помогают. Ну возьмите, сделайте ограждение, там ваши проблемы. Поставьте забор старикам. По словам хозяйки собак, она собиралась оградить двор, установила лагерь, но денег на большее не хватило. Жалобы людей о том, что собаки свободно гуляют по поселку, женщина отвергает. К тому же питомцы не дворняги. Это дрессированные собаки, не один раз участвовавшие в выставках и конкурсах. Выгуливает своих питомцев кинолог с 20-летним стажем в посадке, находящейся рядом с частным сектором. Правда, съемочной группе удалось увидеть только резиншнауцеров. Питбулей, бойцовских собак хозяйка показывать отказалась. У меня никогда не бывает отцепленных собак, они всегда на поводках. Хоть за территорию мы уходим, хоть так. Когда оградят территорию, хозяева здания сказать не могут. Пока на новый забор просто нет денег. Если же владельцы собачьего двора и частного дома не найдут общий язык, то правду придется искать в суде. Сейчас для посельчан главное, чтобы собаки и дальше не проявляли агрессию. Наталья Некрасова, Роман Фролов, Панорама.